Привет, друзья! Спасибо, что вы на моём канале, спасибо, что меня смотрите, спасибо за ваши отзывы, за ваши лайки. Сегодня у нас будет болтологический блог. Сегодня мы с вами... Я вам расскажу вторую часть моих приключений с моей пенсионной карточкой, да, чем всё это закончилось, а это закончилось. И, слава богу, в мою пользу. Сейчас немножечко такой вот лёгкий анонсик будет о том, что будет в следующих моих видео. В ближайшие дни. Следующих видео, ну, естественно, парфюмерия, ну, куда ж без неё, это понятно. Вот, и я вам ещё расскажу такую вещь, значит, про задержку зарплаты на предприятии. Ну, хоть оно и частное, но оно предприятие. И про то, как руководитель по-хамски, даже как бы унижая, общается с подчинёнными. Я думаю, что это будет многим интересно. Может быть, кто-то через это проходил, может быть, нет, да. Ну, я так думаю, что всё-таки эта тема немножечко как-то вот будет интересной такая тема. Прошу извините меня, если буду когда-то пить кофе. Видите, очень раннее утро, только проснулся, и, конечно, вот, ну, буду с ароматным кофе с вами общаться. Вот. Ну, и такой лёгкий был анонс, я потом ещё, может быть, ещё какие-то темы вам расскажу, да. Пока ещё не придумал, о каких мы с вами пообщаемся. Но вот эти вот темы глобальные, да, по поводу того, как общается руководитель с подчинёнными, почему задерживают зарплаты. Это будет, я так думаю, в ближайшие дни, и это будет, опять же, повторюсь, да, интересно многим. Вот. Ну что, продолжение моей истории. Значит, бился я, бился, ходил по инстанциям, звонил по инстанциям, всё было чётно, да. Ну, меня, естественно, это всё возмутило до такой степени, что мне пришлось звонить на горячую линию отдела соцзащиты, кто выдаёт эти карточки. Говорит, девочки мои, я говорю им, сколько можно меня терроризировать, да, сколько можно бегать туда-сюда. Вот. А что опять у вас происходит? Я говорю, да не опять основа, говорю, у меня всё то же самое. То есть, опять же, я хожу каждый день, практически уже, понимаете, это уже пошло как закономерность, что ли, да, как на работу. Хожу в эту структуру под названием МФЦ, многофункциональный центр, если кто её знает, со мной согласятся. И каждый день я делаю вот эту вот сверку документов, да, то есть подаю одни и те же документы. Но я не понимаю одного, зачем это нужно, вот эти вот каждодневные сверки, потому что они заходят через портал госуслуги, в мой личный кабинет, все мои документы сканят, сохраняют их в папках в моём личном кабинете. И это, вот эти вот сканы все отсылают уже дальше, да, в организацию, в ту, которая вот занимается вот этим вот субсидированием. Ну, ребят, ну смешно, ну зачем, вот я вот логически не пойму, зачем мне ходить каждый день в эту организацию, ну ладно, прийти там и узнать результаты, это одно, но зачем ходить постоянно делать вот эти сканы, всех документов, постоянно их отправлять. У вас есть уже один скан, вы его отослали, он хранится у меня в папке в личном кабинете вот в этом портале госуслуги, да. Ну, перешлите его ещё раз. Зачем дёргать человека, то есть это лишняя трата времени. Это потому что, понимаете, да, ну, немаленькая такая кучка документов, которые нужно отсканить, и которые нужно, опять же, отправить туда же, на тот же самый портал. Ну, короче говоря, меня всё возмутило, что вы думаете? Я звоню, опять же, на горячую линию, я говорю, ну, так и так, вот, ну, как всегда, с моей карточкой беда, она опять не работает, вернее, как и не работала, так и не работает в транспорте, и мне её никто не забирает на переделку, да, и временную не выдают. В чём проблема? Что я делаю не так? Вот вы мне, говорю, объясните, почему, вот что, в чём вообще проблема, как бы, вот, почему это не делается? Она мне в телефоне с той стороны. Кстати, хочу вам сказать вот ещё что. Если кто, не дай бог, свяжется с такой ситуацией, с кого будет, ребятки, не стесняемся. Значит, все телефоны разговоры записываем, что я, собственно, и сделал. То есть я, когда позвонил на горячую линию в соцзащиту, да, я записал наш с ней разговор. То есть нажал просто вот на кнопочку, да, в смартфоне, и записывал наш разговор. Разговор длился минут 12. Она сначала два раза меня выслушала, что я рассказал одно и то же, дал до него. Потом она пошла в какой-то кабинет, начала там с кем-то там шукаться, что-то выяснять. А вот звонит нам такой-то, вот у него беда с карточкой, что нам делать, там, подскажите, я сюда пошла, видать, к руководству советоваться. Ладно, я сижу на трубке, а телефон, ну, записывается. Она такая мне потом пришла, говорит, ну, вы знаете, вот мне поразил вообще ее ответ, ну, вот вы знаете, мы вам ничем помочь не можем, но так бывает. Я говорю, стоп, что значит ничем помочь не можете, что мне? У меня продлена группа инвалидности до июля месяца, да, автоматически из-за пандемии, как бы, ну, если я не ходил, вот, как всегда, да, по врачам каждый год, а просто автоматически продлили на полгода, и вот эти полгода дали на то, чтобы я прошел вновь место мета-освидетельствования. Я говорю, что вы мне прикажете, полгода до июля месяца ездить за свой счет, когда мне, вот, как бы, есть, не то, что есть возможность, когда я имею право ездить бесплатно. Она говорит, ну да, ну а что здесь такого, ну, если у вас карточки не работают, мы ничего сделать не можем. Вы знаете, меня этот вопрос так возмутил. Я говорю, девочки, я, конечно, все прекрасно понимаю, вы там сидите и пись умнете, а мне вот приходится бегать, вот это вот все выяснять. Мне не до сидения, как бы, да, мне не до сидения. Я им говорю, что, хорошо, а если у меня не приведи, господи, там, ну, по своим показателям я не могу бегать. Вы понимаете, что я хожу уже в этом МФЦ, как на работу, мне там уже знают уже все наизусть, выучили. Я только открываю дверь, сразу говорят, здрасте. Понимаете, люди, которые меня не знают. Вот. Она, ну, что делать, вот, развела руками, типа, увы. Я говорю, хорошо, значит, я делаю проще. Значит, я сейчас же. Вот, а это было, это был вторник. Я говорю, хорошо, значит, я сейчас просто тупо иду в суд и подаю на вас исковое заявление в суд. Пусть суд разбирается, кто прав, кто виноват. Вот. И все вот эти вот квитанции, все вот эти вот моральные сдержки я включу в исковое заявление. Плюс оплату морального ряда в нескольких миллионов. Богатая организация, платите бабки. Вот, все. Вот так вот я им говорю. Кстати, на будущее я вам тоже хотел бы сказать, если у вас будет такая ситуация, не стесняйтесь. Собирайте все квитанции, все чеки, все сохраняйте. Это всегда пригодится. Потому что, ну, мало ли что может быть, вот как вот у меня произошла ситуация, да. И всегда можно доказать. А зачем, не сказал, записывать мобильный, ну, вот разговор телефонный, чтобы это у вас было доказательство. То есть, вот, допустим, при предъявлении, вот, в суде, допустим, вы пишете заявление на что-либо, да, не дай бог опять же, вот эти судебные разбирательства. У вас будут там, допустим, спросят, а вот с чем это связано? Есть ли у вас там какие-то, вот, ну, доказательные моменты, которые вы можете прикрепить к делу? Да, вот у меня есть аудиозапись, пожалуйста. Вот как бы она фигурирует в деле. Ее можно, ну, прикрепить как доказательную базу. Вот, и уже от этого люди будут отталкиваться. После того, как я сказал, что я подаю в суд, я просто тупо бросаю трубку, выхожу на улицу, что вы думаете? Не проходите 20 минут, не перезванивают и говорят, Дмитрий Николаевич, вот вы знаете, мы вот сейчас вот посвящались и решили, вы вновь пойдите в МФЦ, вам сделают карточку. Я говорю, да, мне сказали, что мне ее сделают, но опять же, пройдя сверху вот этих вот, через сверху документов, то есть я говорю, я уже оттуда, я уже подал документы, а вы ответ дадите только завтра, если не послезавтра. И я не буду так долго ждать, мне как бы все уже накипело до такой степени, что я сейчас просто как чайник взорвусь, да, как гранату. Ну, вы сходите там, 5-10, я прихожу, слава богу, недалеко от дома, да, там дойти там на 5 минут до этого МФЦ, прихожу, слава богу, народу нету никого, очереди нету, было раннее утро, около 9 утра, по-моему, в это время, как правило, у них народу не так много. Что вы думаете? Она мне сразу тут же, без вопросов, выдает эту карточку, говорит, ой, а вот нам позвонили, мы вас ожидаем, нам позвонили из отдела соцзащиты, мы вас ждем, типа, вот возьмите карточку, да, вот, ну, временно, пока та будет переблокировываться, и там что-то будет делать, я не знаю, постоянная которая. Так, окей, забираю, на этом дело не заканчивается. Выхожу все же с карточкой, доволен, как удав, все, могу ездить, слава богу, туда-сюда, опять звонок, опять же с этой организации соцзащиты. Вот она, и голос с той стороны. Дмитрий Николаевич, вы карточку получили? Я говорю, да, получил, спасибо большое. Опять же, на нормальных тонах, не повышая тон и ничего, то есть, знаете, тонно так разговариваю. Она так и говорит, ну, может быть, вы все-таки, вот, вы карточку получили, типа, потому что, может быть, вы отзовете заявление сюда? Я говорю, не-е-е, красавица, теперь со мной этот номер не пройдет, я ничего отзывать не буду. Я говорю, пока мне не вернут расходы на транспорт, который я потратил, а чеки, вот они у меня приложены, да, вот все лежат аккуратненько, сложены в стопочку. Я не, даже пальца пальцем не ударю. Ну, хорошо, вы нам пришли, вот оставили, вот на наш электронный радость пришли нам расчетный счет, ну, свой расчетный счет, копии сканов документов, ну, вот этих вот чеков, проездных документов, приложите в копию, и отправьте нам. Вот, и мы уже рассмотрим, и мы вам деньги переведем на уже расчетный счет. То есть вот как они запили, да, то есть после того, как я сказал, что я иду подавать в суд, и я уже настроен, я даже консультировался, кстати, с юристом, вот, она мне сказала, юрист тоже находится в МФЦ, она говорит, вы знаете, у нас эта услуга платная, я говорю, не вопрос, я заплачу денег, сколько она стоит, 680 рублей госпошлину платите, и вам юрист помогает составлять заявление, исковое заявление в суд, прилагая тем этим все вот эти мои аудиозаписи, все вот эти вот документы, я пишу заявление, что вообще мне пришлось пройти, какие ступени ада вот этого, да, бегая вот по этим карточкам и так далее, то есть по этим конторам, вот, и что еще, а, ну, она такая мне и говорит, потому что, а, и вы будете составлять, и вы будете, куда уйти я составлю, ну, давайте я сейчас решу этот вопрос, как бы, ну, полюбовно постараюсь его решить, но вообще подавать в суд я, как бы, намерен, да, она говорит, хорошо, ну, мы с ней такой бланк, типа, накидали там, чисто этот, формальность такую, и я эту вот бумагу вместе со всеми вот этим документами прикрепляю, что это исковое заявление, а это шаблон искового заявления, которое будет подано мною в суд с указанием всех сумм выплат, всех моральных издержек, всех материальных издержек, да, которые, вот, плюс, ну, вот, и я там указал сумму 4,3 миллионов, а еще она такая, юрист говорит, мне немного ли, я говорю, нормально, мне хватит ли они крохобор, мне устроит, а сумма заключается в том, что это здесь моральный вред, материальный вред, плюс обида инвалида, как бы, да, то есть это уже моя обида идет, ну, там уже судья рассмотрит, какую сумму, то есть я написал максимально, да, вот сколько вот можно, а там суд уже сам решает, сколько там еще кому-то выплачивать, и так далее, это уже другая сторона медали, вот, что вы думаете, она мне такая, ну, вы, может быть, отзовете заявление и суда, нам не нужны вот эти лишние скандалы, лишние там вот эти вот склоки, ягуне, девочки, пока мне деньги не вернут за, вот те деньги, которые потратил на проезд, на карточку, или там, как, не важно, наличными, там, все равно как, я ничего отзывать не буду, вы нам присылаете расчетный, номер расчетного счета, мы вам, а, ну, эти квитанции прикрепляете, и мы вам, типа того, что возместим, хорошо, я, Сбербанк, да, ну, вот, беру расчетный счет, отдаю им эту квитанцию, ну, где написано, там, туда-сюда, все вот эти вот коды доступа, и так далее, и там подобное, стало им, не проходит 10 минут, мне деньги переводятся обратно на карту, вот, собственно говоря, вот такая вот, так закончилась эта история, я, конечно, не стал дальше бегать в суд, да, потому что, как бы, это лишняя волокита, это лишняя трата времени, хотя я был уже настроен, уже просто был настроен действительно идти туда и подавать эти документы, чтобы дальше решался вопрос через суд, да, через, ну, через уже высшую стоящую организацию, ну, думаю, ладно, я, как бы, не злопамятен, но у меня очень хорошая память, и я тогда это, ну, отзову заявление, в итоге отозвал, и эти 600 рублей, госпошлину, которые я составлял, они мне тоже вернули, возместили, то есть, в итоге у меня где-то вышло в районе 2000, вот, месяц госпошлиной, ну, то, что я поставил на проезд, так далее, в районе 2000, мне вот деньги эти вернули, так вот, дорогие мои, я чему это все вам говорю, я все это рассказываю, я вот хочу, вот, что вам сказать, если у вас, не дай бог, ну, никому такого не пожелаю, будет такая ситуация, не стесняйтесь, бегай, вот, сразу бейте в лоб, потому что, вы знаете, есть среди нас, как бы, да, ну, в моем окружении, в вашем окружении, да и вообще люди такие вот, ну, которые, может быть, что-то стесняются, да, может быть, не хотят вот этой вот волокиты, не хотят вот этих вот огласок, да и типа, знаете, бывают, тут у меня даже есть знакомые, а, да ладно, ну, само собой, как-то, ну, зарубцуется, не, ребятки, не зарубцуется, пока мы с вами будем сидеть, вас так и будут гнобить, и гнобить будут очень сильно, да, потому что мне, например, стало обидно, почему, извините меня, я в первый день обратился, причем, эту услугу можно было сделать, потом, когда я выяснил, буквально за пять минут, то есть я прихожу в эту организацию, подает эту вот испорченную карту, ее изымают, составляется заявление, по какой причине она была возвращена, и что с ней не так, да, выдается сразу же автоматом временное, вот, а это уезжает там, куда ей нужно, там, на переделку, в утилизацию, не знаю куда, все, то есть вот зачем было вот так вот человеком издеваться, да, сходить, то есть я в течение четырех дней ходил, подавал вот эти документы, одни и те же документы, они посылали в эту, в отдел субсидии, эти там курицы сидят, писем ночи гоняют, да, а я бегаю по инстанции, ну, мне это нафиг не надо, понимаете, я не буду этого делать, и вот многие есть такие, да, кто не будут это делать, ну, ладно там, ну, подождем, ну, ладно там, вот, ну, как-то вот решим, или будут бегать, заниматься, да, не надо бегать, вы правы в этой ситуации, правда, на вашей стороне, вы добивайтесь, сразу бейте в лоб, сразу, я иду в суд, не надо сидеть, потому что они мне тоже сказали, я, потому что я им тогда сказал, что я иду подавать заявление в суд, а идите, они думали, что я так, знаете, лукавлю, а я пошел, я заплатил госпошину, я написал вот это вот исковое заявление, ну, шаблон вот этот вот, да, как бы, черновик, вот, и, им на еженую почту, бац, вот так вот высылаю, вот, пожалуйста, мое исковое заявление, вот вашу организацию, заколыхались моментально, и секунды не прошло, понимаете, с полными штанами бегали, со мной сюсюкались, мусюкались, а нельзя было сразу полюбовно решить этот вопрос, чтобы человека не доводить до скандала, и не себе нервы не трепать, другим нервы не трепать, и не доводить все это дело до суда, ну, значит, нельзя было, значит, им только вот, они других, значит, по-другому не понимают, только вот так, понимаете, поэтому я вам говорю, ребятки, еще раз, если у вас, не дай бог, будет такая ситуация, не стесняйтесь, сохраните все, записывайте все разговоры, там, с банками, там, с этими структурами, неважно с чем, вот опять же, вот вернуться, да, к нашей теме, помните, я в том ролике, первый вот говорил про автобусы, то, что я вот позвонил, там, полаялся в эту, как ее, в их организацию, в диспетчерскую службу, и вот потом вот это вот, следующим, как бы уже выложил, что вы думаете, вы знаете, аллилуйя, автобусы ходят по расписанию, я вот уже пятый день езжу с работы, езжу на одном и том же маршруте, да, постоянно езжу на одном и том же маршруте, и он уже приходит вовремя, а до этого он почти месяц ходил, как хотел, вот реально почти месяц, то есть, понимаете, я удивился, думаю, значит, здесь дошли, дошла моя ругань до их ушей, ну, опять же, вот зачем было доводить до ругани, ну, есть расписание, есть этот самый, есть автобусный маршрут, значит, пускайте, если что-то случилось, ну, у нас вот эти вот, я не знаю, как в других городах, вот у нас всегда висят вот эти громкоговорилки, да, вот как они, рупор, там, утюгальник, там, кто как его называет, и всегда объявляют, да, там, музычка играет такая вот по району, там, просто что-то, какие-то объявления кидаются, там, рекламные ролики вставляются, то есть, это диспетчерская служба делает, но объявите, что там автобус номер такой, там, по техническим причинам задержится, на платформу же в электричках объявляют, а здесь что, нельзя этого сделать, откуда я знаю, что там случилось, может, он раньше уехал, может, он где-то действительно задержался, то есть, есть смысл человеку ждать, или нет смысла ждать, понимаете, мы как идиот, встанем 50 минут, зузман ловим, ждем автобус, его нету, все, они теперь ходят по расписанию, уже пятый день, вы понимаете, как интересно, вот вам и здрасте, так что, вот так вот, вот, еще, дорогие мои, к завершению нашего выпуска, то есть, у меня все случилось, завершилось, слава богу, нормально, надеюсь, что у вас тоже все хорошо, еще я хотел вам сказать, вот что, дорогие мои, не обижайтесь, пожалуйста, на меня, я вот не могу понять одного, вот у меня, почему подписчики скачут туда-сюда, да, то записались, то отписались, ребятки, давайте сделаем так, если вам что-то во мне не нравится, или вы по какой-то причине отписывайтесь, пожалуйста, укажите в комментариях, почему вы это делаете, это не из-за того, что я там как-то вот ревную, или там обижаюсь, мне просто нужно понимать, может быть, что-то я не так делаю, понимаете, потому что, если с одной стороны, я вам не нравлюсь, тогда лучше вообще не смотрите, да, чем вы так, подписались, завтра отписались, потом предписались, вот эта беготня, я не знаю, если кому-то так нравится, пожалуйста, но мне, например, это немножко как-то вот, ну, настораживает, я бы так сказал, поэтому, для того, чтобы мне понимать, что я не так делаю, пожалуйста, вот если вы решили, допустим, от меня отписаться, вы напишите, что Дмитрий, я там отписываюсь по такой-такой причине, у вас мне не устраивает то-то и то-то, чтобы я, понимаете, делал работу над ошибками, чтобы я работал над собой, я-то на вас не обижусь, пожалуйста, подписывайтесь, я такой же, да, как и вы, я одно видео смотрю, подписался, понравился, ролик не понравился, отписался, или там еще что-то, да, мы все такие, но мне для понимания, если это, конечно, можно, да, если вам это не будет, не сложно, нужно понимать, что я не так делаю, чтобы уметь исправлять ошибки, поэтому, если будет возможность, пишите, если вдруг собрались отписываться от меня, вот, а так, всем большое спасибо, рад снова вас всех видеть, подписываемся, ставим лайки, оставляем комментарии, если, кстати, у вас будут какие-то интересные темы для обсуждения, тоже отписывайте, можете сюда, можете мне на WhatsApp писать, обсудим с вами темы, может быть, даже и проговорим, может быть, у вас будет какая-то, да, вот, ну, тема для обсуждения, если я что-то смогу на нее подобрать, какой-то вот рассказ или там что-то, ну, не то, что посоветовать, посоветовать я мало что могу, если это юридическая практика, то у меня она хромает, вот, ну, жизненная какая-то ситуация, да, допустим, может быть, какой-то и дам совет, может быть, нет, а так вот просто, чтобы развить тему для разговора, если вам интересны такие темы, давайте обсуждать, пишите, что вы, допустим, вот, хотите, допустим, услышать, помимо парфюмерии, ну, это, естественно, от этого уже никуда, вот, и будем с вами беседовать на эти темы. А сейчас спасибо большое, всех люблю, всех целую, всех обожаю, всем до новых встреч, всем пока.